Инна Дубовикова. Спасибо, Вячеслав. Было приятно посмотреть на ваше рабочее место. Я делал два таких эфира из мастерской. Я понимаю, что верный рисунок плюс верно взятые большие отношения – это плод опыта и профессионализма. Короче, пока я учусь, мне следует как можно достовернее и реалистичнее передавать натуру. Спасибо, Инна, за прекрасный вопрос. Но думаю, что это будет не лишним. Потому что не то, что реалистичнее натуру. Почему я поступил всё-таки в Строгановку? Мне очень понравился, вот ещё в юности совсем такой, я увидел конструктивный рисунок. Я почувствовал объём. Вот что-то внутри просто ёкнуло, что рисунки такие, которые из Суриковского института, я просто сравнивал, и из Строгановки, они сильно отличались. Вот там в Суриковке такой вот он деликатный, светотеневой, очень такой академический, правдивый. А в Строгановке жёсткая конструкция, понимание объёма. Вот это мне почему-то, я не знаю, у меня в детстве такой какой-то дизайнерский, с детства ум и привлекло. И я понимал интуитивно, что это мне поможет. А живопись я, я видел, что живопись, а живопись я научусь, я так вот решил для себя. Вот я бы очень советовал изучить конструктивный рисунок и заниматься им. Это не значит, что вы всё там уделяете время большой штриховке бесконечной, такой вот всяких плоскостей, и светотеней, и падающих теней. А зачем это в рисунке? Конструкция. Мне кажется, рисунок — это, конечно, нечто самостоятельное. Может быть произведением искусства. Но когда он конструктивен, во мне всё прям полыхает пламенем от счастья, когда я вижу, какая чёткая конструкция, где всё на своих местах. Ну, фешно посмотрите рисунки. Ну, просто безупречные, да? И какие они конструктивные. Какая там светотень? Какие там падающие тени? Там вообще нету никаких теней. Он говорил, что свет не важен. Он может измениться. Он всё время меняется. Что тебе свет? О! В этом некая соль, суть. То есть конструкция важнее, чем света, которые падают или всё время меняются. И я не знаю, на каком вы уровне, Инна. Но для тех, кто более высокого уровня, значит, рисовать модель, рисовать, изучать детали модели. Прямо, я не знаю, ну, там, голова, например. А с чего она состоит? Из носа, глаза, губа. Это всё надо. Ухо. Всё это надо отдельно уметь рисовать. Потом целиком всё соединить. Потом дальше идти. Как суставы, там, как кисти рук. Это же вообще, ну, понять надо и рисовать совершенно в разных ракурсах уметь. Я буду делать урок о ракурсе, рисовании в ракурсах, рисовании именно, наброски. Я уже всё сделал, буду монтировать. Так, значит, конструктивный. Я за конструктивный рисунок. Живопись — это следующий параллельный этап. Но живопись накладывается на эту конструкцию. Вот как дом вы строите, потом вы его, значит, сайдингом или чем-то там, ракушечником обклеиваете. Но сначала конструкция должна быть. Какие-то, не важно, какого цвета сайдинг. Потом раскрасим. Главное было, на что это положить. И когда вы держите эту конструкцию внутри, вы же её начинаете просто объёмно чувствовать, то становится следующий этап — быть хулиганом. в том, чтобы, ну это для меня, да, моя тема, такое хулиганство в живописи. Но хулиганство, оно не везде. Если бы я был сплошняком хулиганом, то это было бы, со мной невозможно было бы общаться. Нет. Надо знать, где ты можешь похулиганить, а где ты можешь, вот как вы пишете, а как мне реалистически, совсем уж реалистически, достоверно реалистичнее передавать натуру. Нужно уметь это. Чтобы наряду с хулиганством, с такой наглостью живописной, ты вдруг в этой наглости видишь какой-то кусок, который всё настолько точно и даблика, да. Ну, в общем, соединение такое. Ну, как бы вот такая вот метафора приходит на ум. То есть вы должны научиться, ну, например, ходить. Не падать, по крайней мере. Вот научились ходить, а дальше можно бегать, можно ходить даже назад, спиной туда идти. Можно кататься на лыжах, но в основе лежит умение стоять на ногах, не падать, в общем, в лужу, под забор, и там лежать, и думать, как доберусь до дома. Так, как же мне добраться до дома? Ползком. Я как, кстати, я настолько в детстве заигрывался в хоккей на пруду с мальчиками. Уже наступала ночь. Я стоять на ногах не мог. Вот у меня вот так вот всё подкашивались ноги, ну, на коньках. И я не мог идти. С клюшкой. У меня, значит, варежки были, когда я их снимал, они вот в таком виде, клюшку же держали, держали руку, и они вот в таком виде, вот так вот варежки все эти уже сломывали и вешали на батарее. А идти я не мог до дома. Я понимал, всё, уже у меня ноги, ну, вот так вот. И я, значит, падал так вот, значит, на дорогу и перекатывался. Ну, вот представляете, вот я упал на дорогу, вот дорога, я вот так падал и начинал катиться вот так вот. И ощущал себя, как будто бы я Моресьев из последних сил, вот главное мне прокатиться, там, чтобы машины, машин было мало. И так я катился до дома, приходил домой, снимал штаны. Штаны, конечно, ставились тоже в батарее, варежки вот так разоразовались. Счастливо было безмерно. Вот так. Так что, так что ставьте лайки, если мы на одной волне. Подписывайтесь на канал и заходите в мои вот эти онлайн-школу. Будем там заниматься просто, прям серьезно заниматься. Там все это для этого есть. Я пишу и рассказываю, как что-то тут берется. Друзья, вперед, жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»